Лариса Гузеева Сегодня за нашу невесту будут бороться военный врач Максим, строгий ревизор Сергей и редкий тип мужчины Павел. А невеста у нас Анна. Давайте посмотрим. Аплодисменты. 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 Давайте встретим Анну. Мы вас ждем. Аплодисменты. 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 Не понравится? Какой молодец. Молодец, позаботился как мог. Ну, вам было это приятно или как-то напрягло? Я удивилась. А мой муж пришел ко мне с сумкой Олимпиада 80. Шикарный. Был мишка, кольца и Олимпиада 80. И на вешалке были сорочки. Три штуки. И тоже остановился. Надолго. Надеюсь, навсегда. Здорово, хороший знак. Да, мы с ним повстречались два месяца. Он мне говорит, я тебе даю три дня. Да, собирая вещи, переезжаем жить ко мне. Здорово, послушай, все женщины мечтают вот о таком мужчине, который берет на себя ответственность, да? Да, я еще скажу, я тебе даю пять минут и ко мне переезжай. Кому-то это так легко, да? Мне было 19. А колечко или там как сейчас у вас у молодых? Нет, не дарил, мы были студентами. То есть у нас была романтика, он мне привозил полевые цветы. Ну, в брак входил в его планы. Вы знаете, мы не говорили об этом. А потом? Пожили год. Через год у нас отношения плавно сошли, как муж... Ой, прошу прощения, как брат и сестра мы стали жить. У нас такое случалось, что мы находились в квартире в одной и жили. Две-три недели мы друг друга не видели. Я училась, приходила вечером поздно. Он уже спал. Утром у него преподавательская деятельность началась. Он, значит, утром уходил. То есть у нас даже такое случалось, что мы не виделись в три недели. Он мне звонит, я в институте была. И говорит, Ань, выйди, я хоть посмотрю на тебя. Ань, ну так бывает. А когда через три недели встречались-то, наверное, любовь вспыхивала с новой силой? Конечно. Нет. Сосалось все. С глаз долой, сердце вон. Как у детей. Да. Потом пошел прессинг его мамы. У нее небольшая ревность началась из-за того, что она не умеет готовить. То есть она вообще кушать не готовила. И он приходит к матери, говорит, мам, сделай мне там салат или там суп. А она говорит, иди покушай сам. А у нас еще такая история была, ситуация, когда первый раз я ему приготовила ужин. Он так сел и плачет. Я говорю, а почему ты плачешь? А он говорит, а мне никогда в жизни никто не готовил есть. Я на него смотрю, говорю, а мама? Бедный мальчик. Теперь понятно, почему он с продуктами в холодильник приходил сразу. А он говорит, а мама, значит, хочешь есть, возьми в холодильнике. Колбаса всегда есть. Я нашла селедку и пить селедку. То есть, ну вот, она мне даже говорила, звонит, говорит, что ты там его балуешь? Готовит она ему. Это лучше, чем в ресторанах питаться. Я думаю, пошли вон, кто еще лучше готовит. Ну, ему, конечно, не стоило было совсем стучать на мамку. Она ему другое дала. Ну, вот. Прям заплакал. Ну, знаете, я прониклась. Я так неприятно была. Ну, хорошо. А какие претензии у нее были к тому, что вы хорошо готовили? Она ревновала. Она его одна, видимо, воспитала. Я первая девушка. И у нее вот... Ну, к чему ревновала? Ну, кормите ее сыночка. Ну, к чему ревность? Она же не могла с ним койку разделить. И вот так он вам надоел с своей маменькой, что вы решили от него уйти. Да, а если он один останется, что он будет делать? Получилось так, что я... Мы ходили с девочками в ресторан. И мы зашли. Сидел мужчина за столиком. Он меня увидел и упал со стула. У меня просто все встречи такие необычные. Может быть, ему дурно стало? Нет. Он потом бегал за мной два часа, просил телефон. Ну? И я думаю, ладно, оставлю ему телефон. И началось. Вы знаете, два месяца. Он мне названивал каждый вечер. В выходные мы уезжали за город. Он ухаживал... Доездились, короче. Новый год. Второй, значит, кавалер уехал в отпуск. Звонит мне 31 числа в 8 утра и говорит, ты знаешь, моя жена подслушала, как я с тобой разговаривал. Я ей сказала, что я тебя люблю. Я сейчас вернусь из Таиланда, и мы с тобой будем жить вместе. Сейчас приедет друг мой, даст тебе денег, ты снимешь квартиру. Опа-нибудь. В 6 утра, 31 декабря. Они сначала падают со стульев, а потом выясняется, что там жена... А про детей не спросили? Детки-то там были, нет? Да, он потом вернулся из отпуска сразу, то есть он не поехал домой. У него оказался маленький ребенок, 6 месяцев. И что? Ну, стали жить, он уходил, приходил. Ну, развелся? Нет. Нет, он просто ушел. А я как-то так... Ну, я любила его. Она так говорит, как-то неуверенно. Говорит, я любила его. Мне кажется, когда человек любит, все-таки он как-то это более уверенно скажет. Мне кажется, она что-то хитрит немного. А ваш парень ведь вас не отпускал, вам пришлось пойти на такую хитрость? Да, я сказала, что я стала любить женщин. Он мне вещи перевез. Пожалел, сказал, больная девочка. Нет, через неделю он опомнился, он стал приходить, тарабанить в дверь, кричать... Пряму вас обеих с девочкой. Нет, этого не было. Ну, он плачет, слезы, сопли. Я плачу. Но мы до сих пор с ним дружим. Как в индийском кино все, правда, ей-богу. Бедный мальчик. Ну, хорошо, ладно, мне уже про это неинтересно. А этот вот, который женатик, уходил, приходил, вы терпели? Да. Ну, и мы поехали на Новый год в путешествие в один прекрасный вечер. Он мне говорит, ты знаешь, ты не та женщина, с которой я хочу встретить старость. О, козел. Анечка, а вообще когда-нибудь пробовали анализировать свою жизнь? Вам тридцатник, в принципе, через годик. Год назад стала анализировать. Да. Да? Угу. Раньше как-то все так... И что, какие выводы-то сделали? Вот вы такая экстремалка, да? В последнее время меня пробило, вот, да. Когда эти чувства, эмоции были, они закончились, я чувствую, не хватает. И меня вот, я пустилась во все. Во все тяжкие. Во спорт, катюрсинг, да, прям аж, ага, хорошо. А если мужчина будет хорош собой и всем будет устраивать, но вы хотите, чтобы он вас полностью обеспечивает, а этот не сможет, но зато во всем другом будет вас устраивать. А вы знаете, у меня очень много... Но про путешествия забудете или на свои денежки придется? Кого будем сегодня выискивать? Очень обеспеченного. Нет, мне нужен человек, все-таки гармония должна быть. А вы хотите, чтобы он полностью разделял вот ваши вот эти пристрастия к экстрему? Ну, сначала хотела, чтобы был такой же, как я. А потом подумала, пускай просто сидит, умиляется. И все. Просто главное, чтобы разрешал мне этим заниматься. Любит экстрим. Ну, экстрим, я и устрою экстрим. Девчонки, кого будем искать? Аня, хорошая, добрая девушка на самом деле. Я думаю, даже не бойтесь, и пускай женихи, которые меня сейчас слышат, не бойтесь, никакого экстрима нет. Самое вам, Аня, скажу, самое... Если драйвы хотите, то выходите замуж. Экстремальные мужа и детей, ничего в этой жизни нет, поверьте мне. А сноуборды это все такое, вот развлекаловка. Вам нужно простого парня искать. Ее мужик просто нужен хорошего. Ее нужен хороший, реально, она симпатичная такая. С пониманием. Не может она быть такой сволочью стервой, да? Мне кажется, что человек вы непростой абсолютно. И бываете и жесткой, и противной, и капризной. Тот факт, что вас не остановила связь с женатым человеком, у которого был маленький ребенок, а вам хотелось быть с ним. То есть вы все-таки идете на поводу своих инстинктов, своих желаний. Часто все-таки прислушаетесь к зову своего организма, а не головки. Серьезная девушка с женатым человеком не будет встречаться. На самом деле, я бы сказала, что сложность построить отношения до сих пор у Анны была вот в чем. У всех представителей водной стихии есть проблемы некоторые с самоидентификацией. Этим людям очень сложно понять, кто они. Они настолько меняются под окружающий мир, что каждый появляющийся в окружении новый человек как-то вас под себя чуть-чуть меняет. Очень важно научиться останавливаться, понимать, где вы просто потворствуете человеку, а где вы уже настолько изменились, что перестали быть той самой Аней. Вот вам очень важно поймать тот момент, когда вы теряете свою личность в общении с мужчиной. Не слишком угождайте. И старайтесь сохранить саму себя. Женщинам знака рака это важно, как никому другому. Вот оставайтесь с собой. Она и должна оставаться с собой. Такой, такой красивый. Ну вот ты слышал, что сказали, что вот она может меняться, видишь? Очень скоро у нас начнутся смотрины. Оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся у нас в студии Анна. Идите знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Спасибо. Спасибо. Дорогая Анна, я очень рад тебя видеть. Ждал этой встречи очень давно. Я Максим. Очень приятно, Максим, познакомиться. Спасибо. Как вам мужчина номер один? Так себе, как бы стиль такой. Непонятно у нее, там, к чем одет. Здравствуйте, Максим. С кем вы пришли? Мой лучший друг, коллега. Сережа. И лучший друг, Александр. Очень приятно. Давайте посмотрим на вас, узнаем получше. Володя. Максим, 30 лет. Врач-кардиолог. Работал в военном госпитале. Обожает шоппинг. Мечтает выступить на театральной сцене, сыграть в кино и объездить весь мир. Максим женился, невзирая на родительский запрет. Развелся, встретив другую. А она оказалась слишком эгоистичной. Надеется, что Анна поможет ему достичь гармонии и в карьере, и в любви. Вот странное, конечно, дело. Врач-кардиолог, вместо того, чтобы стать такой звездой, гением, как Лео Бакери, мечтает выступить на театральной сцене. Вот почему я, артистка, не мечтаю хотя бы одну парочку произвести трепанации черепа или какой-нибудь нейрохирургический акт с кем-то? Почему вдруг? Мне просто нравится театр почему-то. Я очень хочу. Ну, вы понимаете, что это отдельная профессия. Ну, я знаю. А я хочу немножечко еще попробовать вот что-нибудь над вами, такой аппендицит вырезать. К столу, от стола. Вы понимаете, что это отдельная профессия, на которой учатся и так далее. Почему сегодня для всех это такой, кажется, легкий хлеб? Нет, ну почему? Я просто еще преподаю в колледже, у меня как бы там маленькие свои сцены. Я очень часто там репетирую. Ну, правда, в лекции проходят у меня там. О, видишь, он тоже лекции ведет, как и ты, Баш. Женаты были? Да, был женат. Расскажите. Ну, был женат, вместе жили, прожили пять с половиной лет. Ну, и потом развелись. Ну, там причины, конечно, развода было много. Мы как-то... А мама была за эту девушку или она ей не понравилась изначально? Ну, не знаю, она изначально не понравилась, с самого начала. Что мама конкретно говорила? Слишком короткие юбки, слишком яркая помада. Что? Ну, может быть, дома плохо что-нибудь готовят, либо что-нибудь не убирает, либо, ну, что-нибудь еще в этом роде. Мама старается, да? Ну, и маме ей никогда, моей не нравилось она. А тут еще мама говорит, для тебя, что ли, гадина, ростила, Максика? А детишек что не завели? Ну, я хотел доучиться, но в итоге доучился и развелся. Не успел. Ну, изменили ей. Нет. Да ладно, нет? Нет. Ну, в общем... А в глаза, а в глаза, посмотри. Потихоньку шло к разводу, так. Мне кажется, лукавит он немножко. Лукавит так. Не взгляд бегает. Ну, дома начали ссоры происходить, конечно. Но я не люблю ругаться, то есть я спокойный человек. Ну, уйти-то ушел, но не разводился. Я вначале, да, я ушел из дома, но официально я по документам не развелся. Но жил уже один. Ну, я познакомился с другой девушкой. Ну, и мы встречались, все было хорошо. Ну, она говорила, когда ты разведешься официально. Ну, я говорю, да у меня времени не было, это просто надо было ехать в другой город. А она, короче, вынула душу ревностью своей, да? Да, и у ней была безумная ревность. Жене, как будто я с ней общаюсь, студентам, с которыми я в колледже преподаю. А лучше такое, белые пиджачки, все про себя понимает, хохотушки, на там студентки молодые. Да нет, у меня там только лекции, у меня исключительно лекции. Глаза смотрите. Да, хорошо. И? Ну, и в итоге она говорит, все, давай мне не звони, все, до свидания. И вот так вот закончилось. Сколько же один? Ну, с января этого года. А какую хотите-то жену, давайте мы мечтаем. Вот сидит перед нами Аня, экстремалка. Да, я услышал. А глаз горит, смотри, загорелся. А вы внешне похожи. О, нашли друг друга, называется. Не похоже, что они вместе. Да не, она изучает его, но он же уверенный в себе. Не уверенный в себе, он как-то наигранный. А вот у меня такой вопрос. Вы в своем резюме написали, что материальной базы сейчас у вас нет, но к свадьбе будет. Конечно, у меня все будет. А это через сколько? На следующий год. А будет что? Все будет. Оголосите весь список, пожалуйста. А, весь список? Ну, пускай не весь, а основные пункты. Я планирую в Москве купить квартиру сюда, переехать и заняться преподаванием в институте медицинском. Планирую. Взятки будете брать двушникам? Да нет, почему? Будете ставить за чинку дебилам? Нет, почему? За отдельную плату? Да нет, почему? Мне нравится преподавание просто, да. Лариса просто уже поставил, ну, приперл к стенке. Своими вопросами, да. Да, он... Нет, ну, держится, держится, смотри, нормально. Нет, да, да, да. Да, по-бену, что называется. Лицо не теряет. Скажите, а вот маму по-вашему какая невестка устроит? Моя мама очень такая серьезный человек, очень строгий, боюсь ей... Никто не устроит так. Тогда придется жениться на мне. Я нравлюсь всем мамам. Наверное, да. Мама Максима, обращаюсь к вам. Ну, отпустите, ну, сына, ну, посмотрите, здоровый лоб, ну, так и будет. Хохотушкин, только уже седой весь сидит здесь, с пузом с огромным, все будет ходить к нам на программу. Я спортом занимаюсь. Да. Хорошая девочка, правда? Да, мне понравилось. Да? А чтобы вы ей понравились, знаете, что нужно сделать? Показать сюрприз. Хорошо. Вперед. Салют. Так как я врач-терапевт, я хотел немножко продемонстрировать маленькую сцену на приеме у врача. Хорошо. Мы разыграем сценочку такую веселую. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Очень хорошо. Что-нибудь у вас беспокоит? Вот рука болит. Потянула мышцы. Потянула. Вылечите. Мы вылечим, конечно. Можно как вы худаятно облизываетесь, и что дальше? Нет, это вам показалось. Да, 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 да. Мне ничего не кажется милой. Конечно, мы сейчас посмотрим. А я ее мама. Мы мамы посмотрим. И вот вы пришли к такому доктору. Да, мы сейчас посмотрим. Дело к осмотру полному идет, да? Да нет, не полный. Я думаю, ничего страшного. Ничего страшного. Так, пристаньте. Может, гипс? Так, как я еще кардиолог. Мы послушаем ваше сердце. Как оно бьется. Аппарат вот сейчас слушает сердце. Она уже боится его, смотри. Она реально уже боится. Она уже блядь не видит. Правда, не те. Дуча, держи себя в руке. Можно на руке? Все рассмотрел? Нет, доктор? Нет, еще я слушаю. Не мешайте. Сейчас задушу этой твоей, как она называется. У вас все в порядке. Вы полностью здоровы. Спасибо. Спасибо огромное. Повезло. А подарок-то где? Это как не на прием у врача, а как какая-то ролевая игра. Так, и? Так как у нас наступает холода, мы приготовили вам маленький сюрприз. Теплые вещи, чтобы вы не заболели и меньше ходили на прием к врачу. Я думаю, вы бы задержались у такого доктора, нет? Ну, мне кажется... Доктор хороший. Очень. Очень приятно, заботливый. Молодец, Марсин. Спасибо. Спасибо вам, парни. Идите в свою комнату. Молодец. До свидания. До свидания. Пойдемте, Анечка. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, серьезно. На, сильно, сильно. Как вам? АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, что он такой молодой человек, очень увлекающийся. Вот так вот он на Ваню смотрел. Он живой, ему 30 лет всего. А как он должен смотреть? Не знаю. Он хороший молодой человек. Открыт к вам. Здоровый психически, физически. Стеснялся это, конечно, стеснялся. Видно, стеснение, конечно. Ну, чуть-чуть был небольшой. А что вы скажете? Вы знаете, понравился мне Максим. Мне очень нравятся люди, у которых серьезные профессии. Вот прям приятно даже с ним. Я думаю, интересно будет поговорить. Она хорошая. И ты себя вел. Да, ну диплом я ей принесу. Мы и забудем. У меня опять диплома. Мама не пугает? Мне кажется, с ним если жить отдельно, то... Потом у меня мама, она очень неконфликтная. Она любит всех. Поэтому можно в гости к моей маме ходить. А у тебя наоборот конфликты, мама. Вот так вот. Ну, мне не каждый нравится девушке, Саша. Ну, не каждый согласен, что же делать. Очень понравился Максим. Не бойтесь, на самом деле, будущих свекровей. Чаще сыновья больше накручивает. Женщина, женщина, особенно хорошая женщина, всегда найдут общий язык. Хорошая жена мужа толкает вперед. Лохает, а нет назад. Вот если вы будете все делать для того, чтобы он двигался вперед, любая мама, я думаю, что она нормально, просто поддержит. Маме понравится, нет? Да маме, я не знаю. Должна понравиться. Вообще, мужчины-рыбы очень часто идеальные любовники, но почему-то в идеальных мужьях их увидеть сложно. Потому что хотелось бы больше ответственности, больше серьезности, меньше вот этих вот. Слушай, ну, хороший любовник, это огромный жирный плюс, между прочим. Я имею в виду, причем не только в том самом смысле. Мужчина идеально любовник. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Анна. Идите знакомиться со вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Аня, у меня просто нет слов. То, что я видел на фотографии, то, что я видел сейчас, просто ни в какое сравнение не идет. Спасибо большое. Я чертовски счастлив, что вы оказываетесь в реальной жизни намного лучше, чем... Приятный сюрприз. Спасибо. Спасибо вам. Интересный мужчина. Как вам, ребят? Нравится? Ну, я даже романтический дедушка, он немножко в возрастной категории ошибся. Здравствуйте, Сергей. С кем вы пришли? Мои лучшие друзья Юрий и Виктор. Очень приятно. Давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей. 41 год. Ревизор в крупном государственном учреждении. Может собрать компьютер своими руками, мечтаясь жить в тихом загородном доме. Сергей женился в 17 лет и тут же стал отцом. Семейная жизнь быстро наскучила, и он начал крутить романы на стороне. Супруга его выгнала. Надеется, что с Анной не станет смотреть налево. Вы хоть сами поняли-то, нет, в 18 лет, что стали мужем, отцом? В 17. В 17. В 17 лет я женился, я тогда уже понимал, что я, скажем, я хотел этого. Я хотел стать взрослее, я хотел стать отцом, я хотел... В 17 лет? Гнездо, да. Плохо было в своей семье? Мама, папа? Не то, что плохо. Отца я потерял, скажем так, очень рано. Я с 10 лет без отца. А мама занималась работой. Ей, скажем так, очень много времени. В то время очень много времени. Ну, брат, он намного старше меня. Там у нас большая разница в возрасте. Был младший брат, но, скажем так, у меня, получается, детства не было, потому что я занимался им. Мне уже что-то хотелось свое. Поэтому в 17 лет, я когда уже получился у меня вот эта ситуация, я сказал, что я готов свить свое гнездо. Ну, если он в деревне жил, то почему бы и нет? Там это очень быстро происходит. Сначала мы жили у меня. Мама не была пить? Когда мы расписали... Мама, мама в ней души не чаяла. Мама меня не замечала, когда она узнала, что вот у нее будет сноха, то, что у нее появится внук. Я отошел вообще на второй план. На первом плане была сноха и будущий внук. Ну, видите, какое счастье. И родители, невесты вас, жены очень хорошо приняли, да? Ну, у меня вообще все было как-то все наоборот. Меня очень любила теща, а моя мама любила мою жену. Это же счастье огромное, представляете? Необычная ситуация, я не могу даже спорить. Но для меня это немножечко неожиданно было. Потому что я считал, что все-таки мы с мамой были близки. И что тут говорить, я все-таки... Вы все ревновали, что ли? Ну, может быть, да. Ревновали, вот дурака. Ты представляешь, но он хотел обратить внимание мамы на себя, рано жениться, показать, что он самостоятельный. Я хотел показать, что я взрослый мужчина. А в результате привлек внимание к своей жене и ребенку. Ой, дурачок, это же счастье. А что вас вдруг заставило потом? Любовь. Любовь там была неземная просто, с первого взгляда. А когда она закончилась и почему? Закончилась, ну, скажем так, как и в Раване Булгакова, москвичей сломал быт, квартирный вопрос. Быт, конечно. Заканчиваться она стала в дефолт, в днём с первого года, в днём с второго, в днём с третий год. Уже у нас какие-то сложные отношения начались. Денег не хватало? И денег не хватало, и мы переселились. В квартиру жены? Да. 12 человек жили в четырехохранной квартире? Нет, это тоже негатив, когда живёшь у женщины в доме, у её родителей. Потом сложно стало жить с родственниками. Очень сложно стало жить. И потом вы встретили кого? Потом я не встретил никого. А просто разных? Потом я просто, да, просто у меня были какие-то встречи какие-то, но я не... у меня не было желания... Ну, поскольку уже нажился по самой Негорёй в браке, мысли о том, чтобы жениться повторно, наверное, даже и не приходили. У меня долго не было таких мыслей. А скажите мне, как развелись? Она отпустила вас легко? Ну, не совсем, конечно. А теперь-то вдруг? Я повзрослел. Ну, вам 41 год, вашему ребёнку 22, и вы вместе живёте? Почему вместе? С сыном. Ну, мы как-то больше друг друга, лучше друг друга понимаем. А давно вместе? Ну, где-то... Последние два года? Года два, да. Серёж, ну и сегодня вам 40, ему 22. Ну, вы товарищи, конечно. Никакого не отец и сына. У мальчика всё хорошо, не проблемный парень? Нет, он не проблемный, но проблема, конечно, он тоже хочет семью. Для вас принципиально, чтобы будущий избранец нашла общий язык с сыном? Он с ней найдёт общий язык. А чё и сына? Пусть живёт самостоятельно. Он будет жить самостоятельно, конечно. Сын достаточно взрослый, и получается дополнительная нагрузка для неё, чтобы и с сыном как-то общаться. И сыном заниматься, и мужем заниматься. Серёж, ну вот сейчас вы уже можете осмысленно, да, будете подходить к выбору жены? Сейчас я набрался такого опыта. Какая она должна быть, расскажите. Ну вот она примерно рядом сидит. Серёж, вы хорошо выглядите, вы ухоженный. А кто помогает? Я сам. Сами, да? Ну то есть за столько лет жизни вот в качестве холостяка, наверное, сами научились и готовить, и стирать, и убирать. Ну это мужские секреты. Одинокого холостого мужчины. Нет, я просто к тому, что вы, наверное, не будете сильно прессовать жену, нет? Или наоборот, захотите, чтобы она наконец-то взяла всё на себя? Нет, никогда в жизни, нет. Она у меня должна быть таким комнатным цветком. На работе она может быть кем угодно. Начальником, руководителем, злой шефини, мне без разницы. Дома она должна быть моей женой. А будете вот экстремальные все эти хобби разделять с Анечкой? Она бы хотела. Если она захочет. Правда? Я могу из горы прыгнуть. Спасибо, хороший вы парень. Покажите то, что вы приготовили для Анечки. Анечка, у меня будет к вам такой хитрый сюрприз. Я просто-напросто решил вам показать фокус. Да, пожалуйста. Объясняй, как это будет происходить. Ленточка, кольцо. Попробуйте снять это кольцо, не снимая ленточки с моих пальцев. Ой. Пусти. Двигать можно куда угодно, как угодно, что угодно делать. А если не снимет, колечко не подрится? Тогда я его сниму. Я бы достал ножницы и срезал. Так вот. Опай. Ой, не получилось. Так. Надо же. Давайте я вам покажу. Давайте. Растягивать. Плевчим. Это вам. Потрясающе серприз. Спасибо. Не рановато? Нет? Нет. Что же вы так прямо... Ну, оденьте тогда на руку, если дарите. Боже мой. С удовольствием. Спасибо. Я, кстати, вот это вчера видел за 50 рублей вот на переходе. Спасибо, парни. Спасибо вам большое. У вас вот такой друг. Спасибо. Мне кажется, ты ей понравился, Сережа. Ну, я думаю, колечко лучше снять, потому что у нас впереди еще один жених. Да. Я не могу. Вы знаете, как она улыбается? У меня просто внутрь сжимается все. Вам Сергей понравился? Да. Интересный, добрый мужчина. С ним, мне кажется, очень спокойно будет. Подожди. Что подружка скажет? Подружки – это второй мозг женщины. А вы что скажете? Мне очень понравился Сергей. Мне кажется, он очень хорошо подходит Анне. Вот. И то, что он так кольцо быстро подарил, мне кажется, просто он очень сильно хочет уже какой-то вот стабильности, семьи. Подружка не промах. Да. Видишь, как раз все подметила. Вот вся его биография, вся его жизнь показывает, что он парень хороший. Ну, намыкался дурак. Вот пусть это огромное количество молодых людей посмотрят и намотают себе на ус. Всему свое время. Ну, не в 17 лет становиться отцом. Ну, боже мой, сам детеныш. Вот и все. И не повел себя как спот, как предатель. С сыном прекрасное отношение. Ну, просто у него все случилось раньше, чем должно было быть. Дурак, конечно. Взрослый мужчина. Взрослый мужчина. Чем отличается от молодого мужчины? Молодой – это чисто партнерство. Вам будет интересно, весело. Вместе будете смотреть куда-то там, стремиться к чему-то и так далее. Взрослый мужчина. Все в этой жизни всем доказал. Ему нужна жена, как, вот я люблю говорить, как душевная собственность. То есть он будет вкладывать в вашу душу, и вы будете принадлежать ему. Но будете сыты, одеты, не будете думать о завтрашнем дне. Действительно будете как цветочки. По-моему, она мне вычислила сразу же. Да, да, да. Выкупили просто. Рефлектирующая девушка зеркала, которая будет во всем послушна мужу, это не его случай. Ему нужна женщина, которая будет и на него похожа, и активно, динамично вести за собой. Поэтому, если хотите остаться с ним рядом, нужно будет быть побойче. Спасибо. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Анечка, познакомиться с третьим женихом. Здравствуй, Анна. Вот, позволь мне вручить тебе цветы. Очень приятно тебя видеть. Спасибо большое. Не, ну он ни о чем вообще, мне кажется. Да, какой-то парень, я не знаю, какой-то левый. Здравствуйте, Павел. Кто с вами пришел? Сеймур пришел, мой хороший друг. И Арсен. Тоже очень давно дружим. Да, здравствуйте. Давайте посмотрим на экран. Павел, 30 лет. Преподаватель информационных технологий в институте. Большой автолюбитель. Мечтает купить внедорожник и жить дружной семьей в загородном доме. Все возлюбленные бросали Павла. Одна сбежала прямо со ступенек ЗАГСа, вторая пропала без вести. Надеется, что Анна проведет рядом с ним всю жизнь. Павел, что же такое произошло, что от вас невеста сбежала буквально перед ЗАГСом? Так получилось, что... О чем не договорились? ...приняла решение, что не стоит торопиться. Она приняла это решение? Да, она. Потому что мое желание было создать семью. Переживали? Да, переживал, но со временем это все вылечилось. Смотрите, вам 30 лет. 30. И что, кроме этой девушки у вас никого больше не было? Была еще девушка одна, но тоже, к сожалению, не сложились отношения. Почему? Потому что, ну, есть какие-то моменты, которые ей не понравились во мне. Какие? Ну, допустим, то, что я плохо готовлю, там бывает, что... Вы плохо готовите? Не успеваю приготовить то, что ей захотелось. А это входило в ваше обязательство, да? Перед ней готовить хорошо? Ну, потому что, так как она не готовила, я брал на себя обязанность готовить. А почему она не готовила? Ну, она жила в семье долгое время, и... Не умела? Мы начали с ней жить отдельно. Мама научила. Буквально из дома вытащила. Ну, вы понимаете, что это не мужское занятие, да? Готовить женщине. Она еще бы, чтобы кабенилась, что не так готовит. Ну, в смысле, да, вы не обязаны были совершенно. Да, я как бы старался, но не всегда смог угодить ей. И она по этой причине не сохранила ребенка вашего общего? Ну, ребенка не сохранила из-за того, что родители как бы об этом сказали. Ее? Ее родители. И она приняла решение сделать аборт. Понятно. Паш, как так получилось, что вас мама оставила в 15 лет, и вы воспитывались в интернате? Ну, она... у нее достаточно такая профессия. Она была художник. И времени на детей у нее не было. Соответственно, дети у нее... А у вас еще братья и сестры? У меня есть брат, да, старший. И он тоже воспитывался в интернате? Он с бабушкой воспитывался. Ему как бы повезло. А папа где? Папа я не знаю. А у вас один отец с братом? Нет, у нас разные отцы, но... Есть обида на маму? Сейчас нету. А на женщину? Нет, на женщину нету. Папа, есть ощущение, что вы чего-то недополучили с детства? Не дополучил любовь к матери, вот это и есть. Я спокоен. По поводу тебя, то есть... Не, у меня есть... Сейчас, вот сейчас он закончится, ума науку уже как бы еще не теряется. Да, если свет, открывается дверь, и все. Она в свои ходить. В идеале для вас семья какая должна быть? Вот о какой мечтаете? Достаточно большая. То есть кроме меня и жены должно быть еще несколько детей. Чтобы много времени уделять детям и в то же время не забывать про жену, потому что жена это достаточно важный элемент в семье. Да, это очень важный элемент в семье жена. Да, неотъемлемый. Неотъемлемый, да. На самом деле умный мужчина такой, очень умный. Вот я всегда мечтала о таком мужа, как вы, правда-правда. Вот мне всегда хотелось вот такого голубоглазого русского, и чтобы звали его, ну, Витька, например. И у меня вот так не случилось встретиться. Вы замечательные, но нельзя быть таким мягким. На самом деле Павел, имя Павел, это же мягкий, вы знаете. Гороскоп вашего дает у вас мягкого человека. Поменяйте имя. Это сложно, сложно с точки зрения окружения. Правда, поменяйте имя по паспорту. Я более жестко. Максим, Андрей, Александр. У меня брат Максим. Зачем никак не поймать? Зачем ему имя менять? Еще пол попозже приглашали поменять ему. Затем, что... Роза, не соглашусь. Зачем имя менять? Затем, что это та маленькая капля, которая может изменить отношение человека к самому себе. Имя менять? Волосы от России. Пол. А вы заметили, что его тоже вычеркиваем? Да. Покажите сюрприз, пожалуйста. Пойдем. Я хотел бы предложить тебе выпить чаю, так как я умею готовить. Я хотел бы тебе преподнести кирог. Какая прелесть. Павел, правда сам приготовил торт? Ну давай, ты порежешь, а я тогда надо. Давай так. А вы-то умеете готовить, нет? Да. А любимое блюдо? Люблю голубцы делать, блинчики с тварагом. А что лучше всего получается? Лучше всего получается блюдо из мяса, но не из стыка, а вот котлеты, тефтели. А вы что любите? Я люблю мясные блюда. Любые. Практически. Прошу. Сколько яиц положили в тесто? Шесть. А яблок? А яблок тоже шесть. Молодец. Я вам открою секрет. Попрошу. На самом деле не обязательно столько пласть яиц. И оно из 1 на 2 возьмется. Правда, правда, меньше калистричек. Спасибо вам. Вы замечательный парень. Спасибо. Вам повезло с другом. Забирайте павлик, скоро узнаете, кабанечку выбрала. Идемте. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Стоп. Супер. Все правильно сказала. Анечка? Подравился. Но мне кажется, все-таки я... Паранирук его согнете. Правда же? Да. Мне кажется, она была не в восторге от твоего мягкого характера. Ей нужен настоящий джигит. Есть такая ценность редчайшая. Вот как эта единица человеческая. Называется Павел. Вот если женщина полюбит его всем сердцем, будет самый счастливый. Если просто решит попользоваться, Бог ее накажет. Аня, вы, наверное, мама вам не рассказывала, тетя тоже, но вы должны знать, это еще и в старину все знали. И такие советы давали молодым. А смысл в чем? Молодоженам надо быть очень аккуратны и вообще стараться остерегаться различных конфликтов, стычек. Время нужно, мужчина должен привыкнуть. Не давите. Вы любого мужчину можете задавить. Храните, умеете хранить. Вася, ну для того, чтобы преподавать в институте, нужен жесткий характер. Иначе не получится, потому что эти подростки, студенты с абсолютной сволочи. Павел проживает не свою жизнь. Мне кажется, что ему нужно встряхнуться как-то. И, не знаю, переосмыслив все, что он делал до сих пор и до этого. Мне кажется, что вот этой встряской, может быть, я еще раз повторюсь, не хочу быть навязчивой переменной имени. У меня имя. Име, может быть, уже. Может что-то изменится. Девочки, есть хотя бы один достойный для вашей подруги? Мне больше понравился молодой человек по имени Максим. Мне он показался веселым, задорным, активным. Мне кажется, у Ани бы с ним нашлось много общих интересов. Максим, ну как, девушка тебе понравилась? Да, хорошая девушка, симпатичная такая, добрая, умеет готовить. Да, мне понравилось. А я за Сергея. Мне очень понравился Сергей. Мне кажется, что вот он взрослый, он уже готов к семейной жизни, и мне кажется, у Ани с ним все получится. Серега, ну как ты, девушка? Супер, у меня нет слов. Я думаю, что вам было бы хорошо с Максимом, с первым женихом. Это то, что вы себе намечтали. Ну а что, образованный, задорный, жадный до жизни, то, что вам нужно. Ну а что, как зайдет она, нет? Я думаю, да. Сергей хороший, но вы же ему нервы вымытаете, а Павла просто сломаете. Мне кажется, что я не такой, но все-таки есть стержень внутри. Сегодня у тебя, Анечка, такой ликбез от Савахи. Житейская мудрость гласит, чаще всего женщина влюбляется в мужчину, за которого вышла замуж, а не за того замуж выходит, которого любят. Смысл уловила? Да. Поэтому у тебя сегодня три хороших шанса выйти замуж за любого из этих мужчин и полюбить его. Так что выбирай любого. С любым составом счастья. Как ты свои шансы вообще отцениешь? Она будет моя. Все звезды, Василиса. Я бы сказала, что в случае с каждым из мужчин есть шансы. Пожалуй, самые маленькие они с Максимом, на мой взгляд. Просто потому, что для него вы в обычной жизни будете чересчур нервны. Просто так повстречаться, да, с Максимом можно. Но если говорим о серьезных отношениях, о чем-то более длительном, я думаю, что вы для него слишком неуравновешены и неустойчивы. Выйду ли я за ней? Возможно, да, я, наверное, выйду. Почему бы нет? Почему бы нет? Я тоже вышел. Ну, я мы втроем выйдем. Потому что касается Сергея, он подходит вам почти идеально. Он сам по себе, как мужчина. Но вы для него не добрали вот той самой бойкости, активности и, может быть, чуть-чуть какого-то нерва, который бы стимулировал отношения. Но в случае с Павлом говорить пока не о чем. Супер достойнейший мужчина, но для другой женщины. Я за Сергея. Она будет моей. Если зайдет сюда. Она будет моей женой, да. Ну, ты затем пришел сюда. Слушайте свое сердце. Вы знаете, куда идти. Мы вас поддержим в любом случае. АПЛОДИСМЕНТЫ Отправляйтесь к женику. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4-4. Ниджат, 38 лет, номер 1177. Врач. Считает, что жена – это прежде всего визитная карточка мужа и ждет встречи с умной и обаятельной полиглоткой. Павел, 29 лет, номер 1178. Офицер. Закончил академию МЧС. Ищет веселую и уравновешенную девушку, которая будет подчиняться его приказам. Мы не знаем, будет она одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать Анну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ко мне подходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы умница. Вы умница и с очень сильной интуицией. Вы правильно поступили. Я безумно рада. Сейчас мы с головой. Здравствуй. Очень приятно, что ты меня выбрала. Я очень хочу с тобой провести хотя бы вечер. Давай попробуем пообщаться. Давай. У нас есть пара – Анна и Павел. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Киров Канала. Я Лариса Кузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи, ребят. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова